Ну что ж, никто на это не надеялся, но этого все ждали. Разработчики Поппи Плейтайма выкатили новый контент. И вот скорее даже с маленькой буквой К, но я еще видео не смотрел, так что не будем забегать далеко вперед. И на самом деле я сегодня буду ожидать какой-то контент по Project Playtime, потому что вот никакого контента по нему нет. За два месяца вышло два крошечных апдейта, и это какой-то позор. Но если вы хотите отдельное видео о Project Playtime, его проблемах и о том, что с ним произошло за месяц, ставьте лайки. Пока же мы с вами посмотрим видео под названием Да, такой ролик появился на канале разработчиков Поппи Плейтайма буквально пару дней назад, и на самом деле что-то о нем все забыли. Этот ролик собрал 600 тысяч просмотров за два дня. И чтобы вы поняли разницу, трейлер Project Playtime на данный момент собрал почти 9 миллионов просмотров. И за первые дни там цифры были совершенно иные. Но возможно это просто проходничковый ролик, и из-за этого никто не обратил на него внимания. Давайте-ка посмотрим. Ооооо, нет, слушайте, это точно не так. Мы следим за 1170. Он направляется на юг по маршруту внедорожника. Что именно нам здесь делать? Хорошо, дай нам секунду. Мы попробуем... Да, вот сейчас многие удивятся. Ну а я теперь буду использовать нейросети для того, чтобы смотреть ролики на ютубе. Теперь мне не нужно переводить видео, великие нейросети сделают это за меня. Это потрясающе. Но давайте смотреть дальше. А пока следи за ним и держи нас в курсе событий. В общем-то, какие-то чуваки куда-то едут по дороге. Ай, ну блин, вот это нейросети не смогут перевести. В общем-то, эксперимент 1170 покидает объект через открытую дверь доставочного отсека в производственном крыле. Вот это интересно. Двое сотрудников стали свидетелями инцидента и нажали на аварийную сигнализацию. И сейчас мы можем за всем этим делом пронаблюдать. Я думаю, здесь должен появиться какой-то новый персонаж, который внезапно захайпит и даст фанатам сделать тысячу роликов. А! Нет, это Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, получается, убежал с фабрики? Так он же отправился на тот свет в конце первой главы. Или он выжил, или это произошло до этого, но тогда как он оказался на заводе? Возможно, дальше последуют ответы. Давайте посмотрим, что нам дальше пишут. Все имеющиеся сотрудники службы безопасности и их транспортные средства собираются и начинают преследование эксперимента 1170. К этому времени он уже успел немножечко так отбежать от всех них. Это у нас было в 10.30, и они продолжают как раз-таки преследование. Теперь понятно, куда они едут. Так. Блин, было бы прикольно, если бы они как раньше снимали именно реал лайф такие видосы. Хаги-Ваги, сон. Ну и так классно. Вот он появился. Они шмаляют по нему! И там еще 25-е кадры какие-то на экране появлялись. Так, может быть я поймаю один из них. Хотя не уверен. Блин, на самом деле это выглядит очень-очень крипово. Вот здесь как будто появляются какие-то 25-е кадры. Так, смотрю внимательно. Вот, да, слева. А, это выстрелы. Я понял, или нет? Давайте-ка я скорость уменьшу, и мы посмотрим еще разочек. Там слева видны вспышки от выстрелов. Окей, смотрим дальше. Они шмаляют во все стороны. И боже, сколько здесь надписей. Группа безопасности пытается заблокировать и окружить эксперимент на железнодорожном переезде. Произведено три выстрела дротиками с транквилизатором. Вот оно что. Я думал, они прям пытались его, так сказать, отправить в Альгалу. Один раз они попали эксперименту в левую ногу. Эксперимент пытается убежать в лес. Это произошло спустя 8 минут. Смотрим, что у нас произошло дальше. Это действительно интересно. А дальше у нас есть камера в лесу. Серьезно, блин? Я что-то в шоке. Нахрена они поставили камеры в лесу? Это как-то странно для завода игрушек везде размещать камеры. Да? Никого это не напрягало. Впрочем, они там такие эксперименты проводили. Там слева, кажется, что-то появилось. Да, вон он. Хуги-вугис. Блин, его как будто прифотошопили. Это выглядит так всрато. Он якобы убегает. Ага, классно. Они разделили все на 4 квадрата по милям. И как раз таки, видимо, начинают его искать. Вот в этих зонах. Куда он мог сбежать. Как-то странно вот такие эксперименты проводить и не выставлять охрану по периметру. То есть у них везде стоят камеры, а охраны нигде не было. За пределами этой зоны рации, службы безопасности перестают работать. Чтобы как раз таки Хуги-вугис их съел. Он явно это осознает, конечно. Он же умный. И вот, видимо, здесь у чувака рация не работает. Кстати говоря, мне нравится, как это выглядит. Хуги-вугис сожрал лося или оленя? Серьезно? Боже, Хуги-вугис. Я был о тебе лучшего мнения. Сейчас он весь такой красный придет. Будет крипово. Я бы на месте этого чувака попробовал, я не знаю, убежать, залезть на дерево. Но явно не стоять как вкопанный в лесу. Это что-то было действительно страшно. И посмотрите, они замылили кадры. После поисков они как раз таки обнаружили вот это вот замыленное тело. И угадайте, кто отправил это тело на тот свет. Еще несколько людей пропали. Без вести, по какой-то причине. Видимо, он их утащил в свою хуги-вугисную пещеру. Блин, третья глава обещает быть интересной. Я вот до сих пор не понимаю, зачем они распылялись на Project Playtime, в который сейчас практически никто не играет. Вот прошел месяц, и он уже никому не интересен. Опачки! Это, кстати говоря, как будто нейросетями тоже сгенерировали аватарки. Пять человек оказались в Альгалле, шесть человек пропали без вести. Здесь есть все эти люди. Возможно, в третьей главе мы увидим отсылки на них. Камера так и валяется в лесу. Я не понимаю, это произошло до начала игры или уже после? Возможно. Смотрите, моя теория. Произошла полнейшая дичь на фабрике. Несколько человек погибли, несколько пропали без вести. Хаги-Ваги сбежал, потом все это дело попытались замять. Фабрику в итоге закрыли, были скандалы, была полная жесть. Либо наоборот, все замяли, потратили на это все деньги. Там оградили каким-нибудь образом территорию, туда не пускают людей. Если кого-то и пускают, этот человек оказывается на том свете и не может ничего рассказать другим. И в итоге один из корреспондентов, детей, родителей сотрудников фабрики. Да, по-моему, это был сотрудник фабрики. Отправляется на эту фабрику, чтобы посмотреть, в чем там действительно дело. И как раз-таки на этой фабрике уже находится Хуги-Вугис, который всех уже отправил на тот свет и захватил собственноручно эту фабрику. И вот он приходит на эту фабрику, чтобы самостоятельно посмотреть, в чем же там дело. Встречается с Хаги-Вагисом, убегает от него, отправляет Хаги-Вагиса на тот свет. То есть все вот это вот происходило до событий первой главы. Что странно, типа зачем им выпускать тогда этот ролик к третьей главе? Я запутался немножечко. Но суть вы уловили. Потому что если бы Хаги-Вагис действительно упал вниз, а потом только сбежал, мы бы точно увидели намеки на других людей. Либо мы бы увидели других людей. Как-то очень подозрительно, что за две главы мы видели только разруху, запустение и даже никаких тел не обнаружили. Даже намеков на тела не обнаружили толком-то. Чтобы переместить и усыпить эксперимент, потребовалось почти 4 часа. В итоге они все-таки его поймали. И отправили обратно, да? Все-таки моя теория не работает. Ой, еще целая куча текста. Это у нас письмо от руководителя отдела инновации. Как эксперимент смог получить доступ к системе вентиляции без ведома службы безопасности? Я не понимаю. Это просто удача, что мы нашли его раньше, чем кто-то другой. И это стоило нам нескольких жизней. Департамент инноваций недоволен. Я несчастлив. Это письмо разослали сотрудникам. И получается, все-таки Хаги-Вагиса они поймали и где-то заперли. Тогда непонятно, как он выбрался к началу игры и что там произошло. Но, возможно, мы еще выясним. Но на этом ролик не заканчивается. Он вроде как заканчивается какой-то еще дополнительной сценкой. Давайте-ка посмотрим, что это за сценка такая. Наверное, там покажут Хаги-Ваги или... Или прототип. Ну, хоть что-то новенькое. Это дом? Зачем нам показали 2 секунды дома? Давайте повнимательнее посмотрим. Да, там стоит Хаги-Вагис на улице. Посмотрите, у дома стоит Хаги-Вагис. Там видно его лапки. Нифига себе, это у нас 4 часа ночи. И это у нас следующее число после побега. Да, посмотрите-ка. Он сбежал 6-го, 18-го. А это у нас 6-е, 19-е. А как они его поймали тогда? Он живот у какого-то дома стоит. Возможно, у дома создателя. Блин, это очень-очень интересно и очень-очень подозрительно. Я буду ждать какой-то новой информации о третьей главе, но на этом наш ролик не закончится. Во-первых, ставьте лайк, если тоже ждете третью главу и вам тоже интересно, что там будет происходить. Также стройте свои догадки в комментах. Я обязательно все прочитаю. Я знаю, что я в некоторых фактах могу тотально косячить и ошибаться. Это абсолютно нормально, потому что когда там вышла первая глава? Сколько лет назад? Кто еще помнит, что там происходило? Наверное, только те, кто прям тотально за этим следят. Ну а мы с вами не останавливаемся и переходим к фанатскому творчеству по третьей главе Poppy Playtime. К примеру, посмотрим на фанатские трейлеры третьей главы. И вот это выглядит кликбейтно. Вот это выглядело прям классно. А вон та анимация вроде была от Kyiv Game. И, кстати говоря, он куда-то испарился, прям пропал. Но трейлер выглядит определенно всрата. Мне не нравится. Там было много фрагментов от Kyiv Game. И куда он испарился? Вот это выглядело прям вау. Playtime Corporation. Блин, ну я видел их гораздо покруче трейлеры. Но начало там было очень кликбейтное. Вот эти первые кадры прям забайтили досмотреть до конца. Это вообще какая-то срань. Вау! Вот это я вам даже показывать не буду. Просто мыло вот смотрите. Потрясающее мыло. Лучше я включу другой видос. Новые боссы в Project Playtime. Я не планировал это смотреть, но одна минутка. Тут нам показывают бонзобани. Блин. А, кстати говоря, выглядит действительно интересно. Как будто это правда. Они реально добавят бонзобани. И как будет за него играться? Он еще не такой маневренный. Он цветочек не очень даже крипово выглядит, если честно. Вот насчет цветочка я прям как-то не верю, что они его добавят. Они даже не раскрыли суть этого цветочка. Насчет пчелки возможно. Может быть. Можно в это поверить. Что дальше они покажут? Но выглядит все это на самом деле кликбейтно. О! Так, по-моему, этого персонажа не было в Copy Playtime. Именно оригинальной. Или я опять что-то путаю? По крайней мере, я его прям не встречал так, чтобы его прям обнаружить, полапать. Бота мы видели. Но бот у нас не будет являться боссом. Я почему-то в этом уверен. Мне кажется, что он положительный персонаж. Но вы посмотрите на эту милашку. Какие еще боссы могут быть? А! Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, на самом деле, они добавили Келли Вилли. Почему бы и не добавить гребаный пояс? Насрать, что это чужая игра, чужой пояс. Байм! Чего уж там, фанаты просят. Нужно добавлять все, что просят фанаты. Так, еще какой-то фейково геймплея трейлер у нас есть. Тут у нас будут какие-то Мерси Систерс. Звучит хайпово. И что это за существа такие? Блин, их так и не показали там, на секундочку. Одна минута, минус рука. Кися-мися. А что дальше произойдет? О-хо-хо-хо! Эксперимент 1072. А-а-а! Так они взяли и переделали Дейзи. Там был дед длинные ноги. Это выглядело странно. И батя, конечно же. Но, если честно, это выглядит всратой. Почему там какие-то объекты летали просто? Ну, не, вряд ли третья глава у нас начнется с какой-то тюрьмы. А вот если они добавят робота Хаги-Ваги, это будет хайпово. Я думаю, что-то подобное будет. Там же покажут прототипа. Блин, было бы прикольно, если бы мы поиграли за прототипа реально. Вот как там показали на секундочку. А это бабуля. Это, конечно, фантазия у автора. Прям все, что мог, запихнул. И Килли Вилли даже запихнул. Было бы интересно посмотреть хотя бы на отсылку Килли Вилли вот в оригинальной Поппи Плей Тайм. Надеюсь, все-таки планка качества у них не упадет. Потому что первая глава была неплохой. Вторая была определенными местами получше. И вот в третий они должны добить все. Ну, а пока еще один фейковый геймплей. В этот раз как раз-таки за Банзабани. Кстати говоря, выглядит прям интересно. То есть я в первую секунду подумал, что это настоящий геймплей. Но здесь уже все понятно. Невидимость. Почему Банзабани дали невидимость? Ну ладно. Он такой медленный. Как он вообще догнал игрока? И за один раз просто вырубил. Насрать то, что в игре на это уходят три удара. Ну, предположим. Я думаю, кто-то на это доповелся. Особенно, если это выкладывали в какой-нибудь тики-токи. У чувака рука лагает. Блин, это собирает десятки тысяч просмотров. Я не верю. Ага. Вот это интересно. Хотя я не заметил, чтобы в оригинальной игре кто-то этими шкафами пользовался. Всем как-то насрать. Так, еще один ролик в один фпс с букси-бу. Что же с ним произошло в том самом трейлере? Мы сейчас выясним. На самом деле, ничего с ним не произошло. Но давайте посмотрим. Такое прям кликбейтное название. Так игрок же не успел убежать. А то это даже не игрок был. Это был следователь. Там он залагал опять. Чувакам вообще насрать. То есть у них багуют ролики. Они пофиг в продакшн. И так схавают. Он даже не нажал. Гениальная сцена. Блин, Тарантино и Нолану определенно нужно поучиться у создателя этих анимаций. Ну серьезно, вы посмотрите на постановку, на оформление, на эти анимации. И главное, на сценарий. Ну это же шедевр. Это бэкрус вообще какой-то. О, черт происходит. И что будет? Такой звук. И он топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Гениальная. Я же говорю, гениальная постановка. Мне единственное, что нравится в этой анимации, это отражение на полу. Они как будто в Unreal Engine последнем это все снимали. Я думаю, так и есть. Кто его украл? Что? Там бан-бан появился. Куда я попал? Ладно, я думаю, хватит с нас по опи-плейтайма на сегодня. Если вы хотите больше информации и отдельный ролик о происходящем в Project Playtime, а там есть о чем поговорить, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся!